Так. Уважаемые коллеги, мы начинаем заседание нашего очередного семинара, посвященного восточным литературам в издательских и культурно-просветительских проектах Алексея Максимовича Горького, в частности, в издательстве всемирной литературы и в секции исторических картин. Сегодня у нас доклад прозвучит Анастасии Геннадьевны Плотниковой, посвященный секции исторических картин. Анастасия Геннадьевна, мы вас приветствуем и предоставляем слово. Добрый день, дорогие коллеги, рада вас приветствовать. Доброго вам утра и хорошего дня. И благодарю за приглашение, всегда рада поговорить о Горьком и тем более о такой замечательной теме, о которой не часто спрашивают, прямо скажем, как секции исторических картин. Я, поскольку занимаюсь в основном биографией и творчеством Горького, мы издаем полное собрание сочинений в отделе Горького, не могу не сказать о том, что письма Горького – это совершенно особенный источник, вам обязательно нужно будет к ним обращаться в процессе своего исследования. Сейчас у нас выпущено уже 22 тома, и впереди еще 3, хотя всего 24. То есть у нас 22 том получился в двух книгах, поскольку каждый год находится некоторое количество писем писателя, которые не были учтены ранее. В общем, призываю вас нашим изданием пользоваться. Нам всегда очень радостно, когда наша работа оказывается востребованной. Основной фокус моего собственного исследования – это связи Горького с российским и зарубежным кинематографом. И, собственно, вот в таком ракурсе, в таком аспекте я и буду сегодняшнее свое сообщение вам представлять. И вот эту историю про инсценировки истории культуры или секции исторических картин – здесь тоже у нас такой источниковедческий непростой вопрос, потому что много было названий и шифруется в разных источниках под разными названиями, нужно проверять их все. И, соответственно, у мемуаристов, например, тоже несколько названий присутствуют. Ну, так вот, и я хотела бы свое сообщение построить по хронологии, начиная от самых ранних этапов творчества Горького и, собственно, переходя постепенно к нашему сегодняшнему предмету. Я подготовила небольшую презентацию, я буду ее время от времени включать, а потом выключать. Так, наверное, я сделаю не так, а поделюсь экраном просто. Одну секунду. Так, выключу лишнее. И, да, поделюсь. Так, видно ли, скажите, пожалуйста, инсценировки «История культуры»? Да, все видно. Спасибо большое. Итак, приступаем. История наша начинается в далеком 1896 году, когда в Россию приехало чудо люмьеров, или, как его называли, чудо XIX века. Вы видите фотографию из газеты «Нижегородский листок», где тогда в том числе работал Горький. Когда на Нижегородскую выставку 1896 года это было колоссальное мероприятие, российская торгово-промышленная художественная выставка, как мы сейчас бы сказали, выставка достижений народного хозяйства Российской империи. И в том числе туда привезли вот это самое чудо люмьера, которое только-только, буквально полгода назад, в конце декабря 1995 года, появилось в Париже на бульваре Капуцинок. Уже в мае 1995-го оно появилось в России сразу после Великого поста, а в июне, в 20-х числах июня, оказалось вот на Нижегородской выставке. Там же от целых двух газет, от газеты «Нижегородский листок» и газеты «Одесские новости» присутствовал наш сегодняшний герой Алексей Максимович Горький, уже тогда существовал псевдоним «М. Горький». Появился он в 1880 году. В 1992 году. И, кроме того, для него, как для профессионального литератора, вот эта работа для сразу двух газет, да, оценим только сложность этой работы, нужно было описывать одни и те же объекты разными словами для разных аудиторий, и, соответственно, меняя несколько, да, свой фокус зрения, и хотя кто-то считает, что журналистика портит перо писателя, для Алексея Максимовича Горького это, безусловно, была такая очень важная школа писательского мастерства. Но ближе к синематографу, вот примерно так выглядела, да, это не, к сожалению, фотографии непосредственно нижегородского синематографа в Гранд Порезьон, был такой ресторан Гранд Порезьон, вот там демонстрировали эти ленты люмьеров. Не сохранилось, но приблизительно так вот это и выглядело. Горький оказывается в числе первых посетителей, и вот те очерки, которые он пишет, те корреспонденции, которые он пишет по поводу посещения вот этих, этого аттракциона, да, движущиеся фотографии, электрический театр, как только его не называли, пока еще про кино речи нет, да, есть только слово синематограф. Одним из посетителей оказался Горький, и в этих его корреспонденциях, которые до сих пор активно очень цитируются, особенно киноведами для филологов и для горьковедов, они как раз не являются такими центральными текстами, а киноведы всего мира знают о них очень хорошо. Вот в этих очерках было дано, с одной стороны, такое важное эстетическое измерение новому чуду, да, техническому чуду, поскольку раньше описывали именно как чудо техники это изобретение, а с другой стороны Горький уже в это время задается вопросом, каково должно быть социальное значение вот этого самого изобретения. Собственно говоря, во всех очерках на этой выставке он для себя уточняет, да, и для своих читателей задает этот вопрос, вот как именно это изобретение послужит делу улучшения жизни человека. Вот это для Горького такая центральная мысль, которая часто у него повторяется применительно и к техническим новшествам, и к социальным преобразованиям, и к искусству, как это послужит улучшению жизни человека. И в этот момент он предполагает два пути развития кинематографа. С одной стороны это может быть путь, так скажем, потворствования самым низменным желанием человека, да, то есть там пишет, дадут, например, картину «Она раздевается» или «Акулина, выходящая из ванны», или «Бой коновинского мужика со своей женой» и назовут это «Прелести семейной жизни». Ну, то есть насилие и эротика, да. А с другой стороны, говорит Горький, наверняка должно быть вот такое применение для улучшения жизни людей. И вот эта мысль, как именно кинематограф может быть применен для улучшения жизни людей, она им владеет довольно долго. Так, ну вот у нас тут есть кадр из одной из первых лент люмьеров, мы не будем дольше на нем останавливаться. Следующий такой важный этап нашей истории, веха такая, проходит много лет, и Горький уже пробыл на острове Капри итальянском несколько лет, да, в 1906 году. Извините, если я говорю какие-то такие азбучные вещи, я думаю, что для восстановления общей картины это тоже будет не лишним. В 1906 году он был вынужден уехать из России после поражения революции 1905 года. И, оказывается, он сначала в Соединенных Штатах Америки, а затем в Италии на острове Капри. И очень важен был для него этот период, не только как для писателя, который, безусловно, в этот момент, в эти годы осознает свою миссию художественную и свой талант в полной мере, и действительно его талант разворачивается на совершенно новом уровне в эти годы. А с другой стороны, много занимается, собственно, вопросами политическими, вопросами философскими в том числе, да. В общем, очень активная такая жизнь в этот период. Но, как только становится возможным, в 1913 году происходит амнистия в связи с празднованием 300-летия дома Романовых, и Горький получает возможность вернуться в Россию. Он, в общем, особенно не медлит и прям под Новый год оказывается уже на родине. Мария Фёдоровна Андреева, его спутница, которая жила с ним в это время всё на Капре, у них возникает некоторая размолвка. Она уезжает раньше, она уезжает почти на год раньше Горького, и, понимая, что рано или поздно он вернётся в страну, как бы стремится подготовить тоже некоторую почву. И Андреева, будучи в прошлом знаменитой актрисой, примой Московского художественного театра, мечтает о продолжении артистической карьеры, о возвращении к артистической карьере. И уже на новом этапе развития культуры кажется очень логичным обратиться именно к кинематографу. Понятно, что это уже 14-й год, это уже совсем другое кино. В общем, именно в этот период, 13-й, 14-й, 15-й годы, мы можем, в общем, 16-й, да, мы можем считать этапом наибольшего развития российского раннего кино. Оно становится более сложным, оно задаёт важные вопросы себе и своему зрителю. Гораздо такое более глубокое осмысление происходит. Кинематографы как искусство, собственно, оно борется за то, чтобы его, наконец, искусством признали. Да, не просто движущиеся картинки, а, собственно, творчество. И Андреева под, так скажем, при помощи и под управлением, и при поддержке Большой Горького организует товарищество для производства кинофильмов. Это вот перед вами сейчас письмо, которое не этого товарищества, да, а, собственно, того, к которому они обратились за помощью. Но об этом чуть позднее скажу, просто чтобы не вводить в заблуждение уважаемых слушателей. Да, и задачей вот этого самого кинематографа, они его называют кинематограф будущего, ни больше, ни меньше. Именно производство высококачественных просветительских фильмов, в первую очередь, и, во вторую очередь, экранизации классической литературы с помощью актеров и режиссеров, знакомых Горького и Андреевой, по Московскому художественному театру, по театру, по другим, да, театральным сообществам и так далее. В общем, казалось, что все для успеха этого предприятия было. Была договоренность с промышленниками, с Леонозовым, например, о том, что будут деньги. Была договоренность с Шаляпиным, который тоже очень поддерживал кинематограф, очень им интересовался, и даже там чуть позднее будет сниматься в кино. Договоренность с Шаляпиным, что он будет сниматься только для Горьковского кинематографа. Был очень такой энергичный человек Николай Румянцев, который был директором-распорядителем в других театрах, и вот согласился быть организатором вот в этом товариществе. Но, как писал в мемуарах Юрий Андреевич Желябужский, сын Марии Федоровны Андреевой, один из первых русских режиссеров, операторов, единственное, чего, кого у нас не было, это кого-то, кто бы знал, как снимается кино. Вот, да, всего ничего не хватало. Ну, действительно, это была, в общем, некоторая авантюра, у которой полностью таким локомотивом была Мария Федоровна Андреева. Ей было важно, вот, чтобы это предприятие состоялось в переписке на ее письмах и к Горькому, и к другим корреспондентам. Много про это говорится, она действительно этим делом болела. У Горького было несколько скептическое отношение, да, он, в общем, не очень понимал, как к этому подойти, но поддерживал. В начале 2014 года они обращаются в фирму для сотрудничества, да, в фирму Тимон, Рейнгар, Осипов и компания. Это была одна из самых влиятельных кинофирм на этот момент самых таких крупных, обращаются с предложением о сотрудничестве. Но ответ, в общем, вы на этом экране видите, да, они не были готовы поддержать начинание Горького, поскольку оно предполагало больших вложений и совершенно неизвестно, когда была бы отдача от этих вложений. Дело это, как дело, безусловно, важное, потребует больших, значит, больших финансовых вложений. Но что они всегда были готовы делать, это инсценировать любые произведения Горького. Ну, может быть, чуть позднее, да, или в ответах на вопросы мы обратимся к тому, почему все-таки Горький никогда не хотел, чтобы его рассказы или повести, или пьесы экранизировались. Это интересный момент, но это была его принципиальная позиция. Ну, и так, в 2014 году не получается контакта, не получается самим организоваться, не получается ввязаться с крупной фирмой, потом начинается война, прекращаются поставки пленки, это на какое-то время. Вообще весь кинематографический процесс тормозит в этом смысле. И, в общем, от этой идеи приходится отказаться. Когда Елена Малиновская спрашивает Горького в 2017 году, ну, так что там, как там с кинематографом, Горький отвечает, да кинематограф или нам в наши сугубо реальные дни, да, то есть такое противопоставление кино и реальности, кино как некой иллюзии, некого сна, да, как это звучит уже в самых первых очерках Горьковских, и жестокой реальности, которая, конечно же, полностью поглощает Алексея Максимовича, политическая реальность в первую очередь, и социальная реальность, вот оно здесь уже и звучит в этом высказывании. Собственно, про всемирную литературу вы знаете все лучше меня, а я перехожу непосредственно к предмету моего сообщения к инсценировке, проекту «Иссценировка истории культуры». Всё моё такое долгое вступление было предназначено для того, чтобы показать, что мысль эта для Горького совсем не была новой. Он в своих убеждениях и в своих представлениях очень последователен. у кино должна быть в первую очередь на первом плане просветительская функция, безусловно, художественная функция, и оно должно послужить, вот эта самая формулировка, для улучшения жизни людей. Каким образом? Ну, через образование, очевидно, через культуру. Вообще, вы знаете, что вот в этот период, особенно в цикле «Несвоевременные мысли», он очень много говорит о культуре, культура, культура, да, всё время взывает к, собственно, вот этой идее культуры, поскольку без культуры ничего невозможно. Он пытается противопоставить культуру вот тому одичанию, которое происходит вокруг, да, в связи с революционными событиями, с революционным террором в том числе. Итак, в конце сентября, с 25 по 28 сентября, в газете «Жизнь искусства» 1919 года, в газете «Жизнь искусства» появляется такая довольно длинная статья Горького «Инсценировка истории и культуры». Это, в общем, был доклад, да, по вопросу о необходимости создать новый репертуар для театра и кинематографа. Статья, это, в общем, написано вполне в духе его текстов этого периода, и здесь я хотела бы обратить внимание на вот такую важную фразу, которую я выделила на своем экране. «Великое значение усилий своего духа и непрерывного напряжения своей физической энергии человек поймет лишь тогда, когда он воочию увидит последовательность своего развития от времени, когда он был еще полуживотным и почти не владел речью, до эпохи великих изобретений и открытий». То есть вот это последовательное развитие становится, показать это последовательное развитие становится основной задачей Горького. Также в этой статье говорилось, Россия должна изыскивать все новые средства и приемы просвещения масс. Одним из таких средств является инсценировка общечеловеческой культуры в форме театральных представлений и картин для кинематографа. Предполагается создать цепь живых картин, пантомим, пьес и сценариев для кино, ряд представлений, которые в общей связи, и это важно, в общей связи, дали бы зрителю наглядное и ясное понимание истории духовного и физического развития человека, истории общечеловеческого творчества и труда. Здесь надо два слова сказать о общей такой философской подкладке горьковской идеи. Конечно же, во всех этих прочитанных мною словах очевидно влияние философских идей Александра Богданова. Богданова тоже, если мы занимаемся горьким, то его богдановские идеи об империуманизме обязательно нужно постичь и в них разобраться. Вкратце, по Богданову, суть человека – это его опыт, опыт физический, опыт умственный, социальный, опыт психический, и в единстве своего вот этого опыта и предстает перед нами человек. И для того, чтобы естественным ходом развития человеческой цивилизации является объединение опытов отдельных людей. Вот это всеобщее единство. У Федорова, например, звучал термин «общее дело», а у Богданова это такое более научное, более наукообразное, что ли, название империуманизм, то есть единение опытов. И если Богданов еще жив к этому времени, в общем, активно работает, в том числе вместе в горьковских изданиях работает, больше всего они на КАПри общались, и опять же по мысли Богданова, если вот это будет достигнуто, если единение вот этого опыта будет достигнуто, то человек способен преодолеть любые преграды, полностью подчинить себе природу, и самое главное – исправить свою собственную природу. Человек, в общем, довольно несовершенен, и самое главное – его несовершенство заключается в его смертности. Ну вот какой смысл накапливать и накапливать этот опыт, если все равно мы умрем, если все равно все к этому придет. Вот задачу человеческой цивилизации Богданов видит именно в преодолении смертности, и при этом он рассуждает об этом исключительно с позитивистских позиций, то есть он о физическом бессмертии говорит. Не только он говорит в это время об этом, но вот мы должны понимать, что идеи Богдановские для Горького действительно очень важны. Итак, в проекте «Иссценировка. История культуры» идея Горького состояла в том, чтобы создать вот такие картины, кинематографические и театральные зарисовки о разных этапах развития человеческой цивилизации. Жизнь первобытных людей, история религиозных культов, организация христианской церкви, картины быта разных народов, история различных открытий и изобретений, картины по истории России. Надо здесь оценить вообще размах Горьковской мысли. Не менее 300 пьес должно быть поставлено. В общей сложности, как указано в этой статье, они должны создать новый театральный репертуар, из картин для кинематографа создается связная лента. То есть это все, вот эти 300, представьте себе, сценариев или драматических произведений, должны были сливаться в единое повествование, такое масштабное, глобальное, о цивилизации, существовании человеческой цивилизации. Это было указано, вот о этой внутренней логике было сказано несколько раз. Цитирую, предполагается соблюдать параллелизм картин везде, где сходство или различие хода и характера событий наиболее яркие. Кто был задействован в этом проекте, ну, собственно, кроме Горького? Здесь довольно широкий круг имен, и, в общем, роль каждого из этих деятелей, она, конечно, нуждается в уточнении, она нуждается в более подробном исследовании. В этом смысле я очень надеюсь на ваш проект, что я узнаю что-то новое и от вас в будущем. В редакционную коллегию входили Альденбург, Тихонов, Мария Федоровна Андреева тоже, Александр Блок, Николай Гумилев, Евгений Замятин, Корнеевен Щуковский, Константин Марджанов, режиссер. Действительно, большую роль Блок сыграл в этом проекте. Написал он статью об исторических картинах, где теоретические и философские основы проекта освещал там. 30 марта, следующий уже этап у нас, да, 30 марта 1920 года, то есть, в общем, через полгода после статьи, после заявки, прозвучал доклад при Петроградском театральном отделении Горького и Тихонова о деятельности вот этой самой секции исторических картин, предполагающей вот этой инсценировки. В докладе указано, что редакционная коллегия постановила разбить все предполагаемые темы на отдельные серии по степени их значительности и в первую очередь сосредоточить свое внимание на 18 основных сценариях, которые, составляя как бы конспект общей программы, могли бы послужить исходными пунктами для дальнейшей работы. Что это должны были быть за сценарии? Две пьесы посвящены истории первобытного общества, и одну из них написал, собственно, Горький, и об этом мы чуть позднее скажем. Три пьесы – истории восточной культуры. Это ваша тема уже. Четыре – западной культуре, две – истории религии и культов, пять – русской истории и две – истории изобретений. Предполагалось также, что с помощью издательства «Всемирная литература» секция будет выпускать книги для культурно-просветительных организаций. Здесь, в общем, я призываю вас оценить такой комплексный взгляд Горького, который мы всегда наблюдаем. Я всегда говорю, что мечтаю, чтобы кто-то написал хорошую, внятную статью про Горького как проджект-менеджера, потому что его вот эта способность оценить общий масштаб задачи и действовать от самого начала до самых отдельных деталей, она, в общем, поражает воображение. Вот что это за книжки должны были быть? В каждую из книг предполагается, кроме текста самой пьесы, включить первое – краткий очерк, объясняющий историческое содержание пьесы и связь ее с другими пьесами той же серии. То есть опять у нас про связь одного с другим, единое целое. Второе – режиссерский план постановки, приспособленный к примитивному оборудованию провинциальных театров. Чтобы мы сразу могли взять эту книжечку и имели методические рекомендации по тому, как это нужно поставить. И третье – эскизы декораций и костюмов. Вот представьте себе такое комплексное издание, где бы была и пьеса, и ее, скажем так, объяснение этой пьесы, и то, как ее можно поставить в театре, и какие декорации и костюмы следует для этого использовать. За несколько лет для этого проекта были написаны очень разные в жанровом отношении пьесы. Сюда относят и пьесы Рамзес Блока, Персея Чуковского, Гондла и охота на носорога Гумилева, Бакунин в Дрездене Федина, Огни святого Доминика Замятина, Васька Буслаев и протокопа вакуума Амфитеатрова, Гориславе Чапыгина и так далее, и так далее. То есть целый ряд пьес. Это я собирала из очень разных источников. В общем, даже если они не были написаны специально для проекта, они, скажем так, были вдохновлены этим проектом, этой вот горьковской идеей. Ну, можно много еще, ряд этот продолжать, да, в общем, могу потом, собственно, материалы вам предложить для этого. Горький же, как такой методолог, можно сказать, этого процесса, написал свой первый киносценарий и первый в ряду инсценировок истории культуры и первый для себя киносценарий из жизни первобытных людей, схемы мимического представления. Так он обозначил этот жанр. Надо сказать, что сам жанр еще только формировался, хотя к, в общем, 20-му году, да, мы предполагаем, что 19-й и 20-й год в соответствии с работой над инсценировками. Уже определенная форма киносценария, да, она уже была принята в общих чертах. Тема сценария, и здесь, мне кажется, это довольно остроумно со стороны Горького, да, сам материал сценария, скажем так, как будто специально для дозвукового кино создан. Мы говорим о доречевой культуре. Собственно, эти люди еще не умеют говорить, да, поэтому вполне логично, что и на экране они ни слова пока еще не произносят. И это давало возможность более детально прописать пантомиму всю, да, жесты, движения. Это выглядит абсолютно мотивированно на экране в том числе. Все звуки, да, так или иначе, были представлены через действие, через пластику. И сюжет, сценарий, он, скажем так, не сюжет в нашем обычном представлении, как сюжет у кино, да, есть герои, с ними что-то происходит. Это не совсем так, это скорее такая зарисовка с некоторыми микросюжетами. Вот эти микросюжеты строятся вокруг способности человека творчески взаимодействовать с окружающим миром и людьми. На нескольких страницах текста, это небольшой, в общем, текст, его легко освоить, происходит изобретение копья, колеса, детской игры, из корняжного и партняжного мастерства, даже украшений, заколок и всего прочего. В сценарии интересного создается сама последовательность изобретательства. Человек производит какое-то непреднамеренное действие, повторяет его, замечает его положительный эффект, фиксирует вот эти полезные свойства и начинает его совершенствовать. То есть процесс изобретения связан не с гениальной догадкой одного члена общины, а с коллективом, да, здесь мы опять про Богданова вспомним, единение опыта разных людей. С повторением, стремлением усовершенствовать то, что делает другой, так острая кость сначала случайно впивается в землю, а затем становится оружием. Круглый камень случайно покатился, а затем другой персонаж видит в нем возможности колеса, изобретает из этого случая, благодаря этому случаю изобретает колесо. Люди подражают друг другу, да, усовершенствуют, собственно, плоды работы друг друга. Первобытные люди в сценарии решают и этические вопросы, так, и, собственно, вот изобретатель копья, у них нет имен, конечно, ни у кого, доказывают, что оружие должно быть принадлежностью слабого, тогда возможности людей в племени становятся равными, а все сообщество в итоге сильнее. Юноша, другой уже юноша, уговаривает возлюбленную обмануть и покинуть ее отца, так осмысляется тема предательства. Горький наделяет людей каменного века сложным сознанием. Игра мальчика со светом и тенью приводит его, цитирую, к идее о двойственности человеческого существа. Свет-тень, да, мы понимаем, да. Как это, опять же, мы не очень видим из текста сценария, как это должно быть показано. Вот как зритель должен понять, что человек пришел к идее о двойственности человеческого существа. Ну вот, с помощью каких-то, да, визуальных эффектов, очевидно, света и тьмы. Череда изобретений в произведении приводит и к освоению огня, который, собственно, разгоняет ночную тьму и тени, пугающие людей. Возникает символическая антитеза. Тьма как невежество, страх и огонь как просвещение и прогресс. Здесь, конечно, вот этот образ Прометея, который и в несвоевременных мыслях часто появляется, приобретает конкретное значение, да, Прометеев огонь, как непосредственно то, что появляется у людей. Победа над тьмой приводит к возникновению искусства, хоровой песни. Исходя из этой логики, искусство видится горькому высшей степенью прогресса. В горьковском тексте показано так много важнейших изобретений, ключевых в истории цивилизации, что современники шутили, что горький изображает не первобытное общество, а первобытную академию наук буквально, да, потому что ученые знают, что эти произведения могут отстоять, произведения, простите, изобретения могут отстоять там на тысячи-тысячи лет друг от друга, а у горького это все происходит вот здесь и сейчас буквально. Конечно же, представления горького о первобытной эпохе от современной палеонтологической науки далеки, но они системные и не случайные. Складывались они под влиянием исследований и билетристических произведений конца 19-го, начала 20-го веков. Горький неоднократно называет источники вот этих своих знаний. Это, перечислю просто, несколько имен и произведений. Повести Уэллса, например, «Сказки каменного века», Йенсона «Ледник», Рони Старшего в «Эмирехе» «Борьба за огонь», исследования Леви Брюля «Первобытное мышление», Циттеля «Первобытный мир», Липперта «История культуры». Ну и пропускаю несколько имен для краткости. У меня здесь довольно большой список, благодаря горькому разысканный. Обращу ваше внимание на две важные книги. Это, конечно же, книга Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, собственности и государства» и книга Эдуарда Тейлора «Первобытная тайлера», еще иногда он называется у Горького, «Первобытная культура». По-разному там было обозначено «Исследование развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев». Это одна из этих обложек. У Горького немножко другое издание было, но я нашла вот только это для того, чтобы вам показать. В том смысле, что переводов было много, переводы были разные. И Горькому эта книга была хорошо известна. Еще, так смотрю, что у нас со временем уже, конечно... Ну, давайте про Тейлора расскажу, да, и ближе к... Времени у нас... Время есть у нас. Время есть, да. Но мы немножко позднее начали, да, может быть, еще поэтому, да. Но вы мне говорите, если нужно ускориться, да, потому что... Да. Например, книгу Тейлора Горький отправил своему десятилетнему сыну Максиму. Еще в 908 году написал в письме «Лучшая книга о самых диких дикарях. Это первобытная культура. Но она покажется тебе трудной и скучной. О легких книжек я не знаю, однако поищу». Впрочем, ты мог бы читать и Тейлора с доброй помощью мамы. Эта книжка наиболее подробно описывает жизнь диких племен. И, в общем, Тейлора он кому только не рекомендовал. Довольно часто вот звучит это имя у него в письмах. Тейлор считается основателем эволюционной теории развития цивилизации. Рассматривал он культуру как сознательно созданное рациональное устройство для целей улучшения жизни людей в обществе. Я думаю, что Горький, когда вот эту формулировку увидел, он прямо сказал «О да, это мое» для улучшения людей в обществе. Благополучие общества и его способность к развитию зависит от количества культурных и образованных людей. Здесь мы очень хорошо слышим идею Горького. Метод Тейлора заключался в уподоблении явлений культурных, которые природным, подлежащим классификации и структурированию. То есть, как у нас есть, помните, из биологии царства, подцарства, отряды, семейства. Точно так же и все остальные явления, и культурные, и социальные, Тейлор предполагал, что они могут так вот систематизироваться. Соответственно, подобно животным или растениям, обычаи и другие культурные явления могут мигрировать из одного географического района в другой, из одной исторической эпохи в другую. Здесь, конечно, вот эта идея о отголосках в одном культурном явлении, в одной культурной эпохе другой, звучит голос Тейлора в этой идее Горького. Наконец, эволюция каждого изобретения, согласно Тейлору, обусловлена не столько усилиями мысли, сколько действием механизма проб и ошибок, поощрения и наказания, а также подражанием, внушением, влиянием индивидуальных и групповых интересов. И в этом смысле, конечно, сценарий Горького из жизни первобытных людей можно назвать, как бы, такой литературной иллюстрацией теории Тейлора, такой художественной иллюстрацией. Был другой очень важный, на мой взгляд, источник, который может быть менее очевиден. В 17-м году в издательстве, в горьковском издательстве Парус печаталось пятое издание книжки профессора Кудрявского «Как жили люди в старину. Очерки первобытной культуры». Очень увлекательная книжка, очень системно она сделана. Вот некоторые иллюстрации, наиболее, мне кажется, занятные, я вот вам хотела показать. Это с разных страниц, соответственно. То есть мы понимаем, что это было в значительной степени решение Горького, отбор вот этой книжки. Тем более, это пятое издание. Книга была очень популярной и известна. Она небольшая, там порядка 110 страниц. И Горький ее тоже очень ценил. Собственно, в предисловии Кудрявский пишет, на чьи исследования он опирался. И мы тот же самый список имен обнаруживаем, что мы произносили до этого. Кудрявский предполагает, как именно, да, описывает, как именно были изобретены копье и лук, как древний человек делал процесс охоты более эффективным. И в Горьковском сценарии почти то же самое у нас повторяется, только в более таком, понятно, художественном виде. Вот у Кудрявского, ну, собственно, на экране у вас это все есть, да, зачитывать для экономии времени я не буду. Ну, смысл в том, что описание и изобретение копья, и добывание огня, и возникновение религии у Горького и у Кудрявского, да, Кудрявский большую роль и духовной части человеческого бытия уделяет, описаны очень похожим образом. Сопоставить очень интересно эти две вещи. Ну, собственно, да, вот такое, несколько слов еще о самом сценарии Горького, да, вернусь к этой первой странице. Сценария в 19 томе полного собрания сочинений текст опубликован, можно к нему обратиться. Формально его можно характеризовать как развернутая либретта, это не разделенные на фрагменты текст, в котором не отмечены ни планы, ни действия камеры, ни какие-то технические приемы. В общем, понятно, Горький с этой техникой не был очень, не был никак знаком. Встречаются лишь некоторые указания на декорации и на динамику светового оформления. Вот, собственно, первые слова, да, группа скал, пещера, несколько папоротниковых пальм и так далее. Или в другом месте вечереет тени длиннее, гуще. Или над лесом является оранжевый круг луны и снова постепенно родятся тени. В таком тексте доминирует эпическое начало, но это было довольно характерно для сценария раннего периода. Раскадровка полностью поручается режиссеру, но и характеры, и действия, мимика, да, описаны довольно подробно, довольно детально. В общем, еще были некоторые идеи у Горького, некоторые задумки для вот этого проекта. Здесь можно назвать и такой замысел, как пьеса о Василии Буслаеве. Очень долго ею грезила, потом обвинял Амфитеатрова в том, что тот взял идею, но разработал ее плохо, поверхностно, скажем так. Тем не менее, замысел, вот этот сам замысел истории инсценировки культуры, в общем, довольно интересный, действительно, и симптоматичный для этого периода. Ну, можно ли было это все реализовать? Да, мы понимаем, что это в значительной степени утопическая такая идея. И тем не менее, в преддверии Третьего Конгресса Коминтерна летом 21-го года была попытка эту идею реализовать. Массовое действие на Красной площади было задумано как подлинно народное торжество и по его содержанию, и по формам выражения этого содержания, по составу его участников и зрителей. Над сюжетом, в работу над сюжетом был включен Луначарский, например, в Кремле несколько заседаний по этому поводу проходило, но, в общем, затраты требовались большие, от идеи пришлось отказаться. А предполагалось, что режиссер Марджанов организует массовую постановку на Красной площади, которая должна была отражать различные этапы развития человечества. Ну и заканчиваться, понятное дело, чем? Апогеем развития социального, Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, было бы интересно на это посмотреть, от первобытно-общинного к остальным этим историям. Ну, конечно, как многие горьковские проекты, с одной стороны, как я уже сказала, это была довольно утопическая идея. Многие источники и дневники Чуковского, и книги Берберова, и переписка самого Горького показывают нам картину таких очень тяжелых бытовых условий, в которых не то что 300 фильмов нельзя было снять, в общем, выжить было проблематично. Но мне кажется, что довольно точно о судьбе театрального отделения секции исторических картин рассказал Замятин в воспоминаниях о Блоке. Своего театра не было, помещений для репетиций не было, пьесы передавали в Народный театр, оттуда Василий Островский театр, секция наложила вето на постановку картин в театре с сомнительной репутацией, и, это цитата Замятина, «Вавилонская наша башня развалилась». Мне очень нравится этот образ Вавилонской башни, которая, с одной стороны, была обречена на разрушение, а с другой стороны, стала такой очень важной вехой в культуре, важным символом, в каком-то смысле символом единства разных народов, разных эпох, разных периодов исторических. И, собственно, таким опытом, который впоследствии и для каждого из участников этого проекта, и для советской театральной драматургии, и для советского кинематографа сыграл действительно большую роль. Вот это то, что мне хотелось рассказать. Я надеюсь, что, может быть, будут вопросы, и я бы постаралась на них ответить. Спасибо. Спасибо большое, Анастасия Геннадьевна. Я думаю, что вопросы будут у наших участников. Кто не может говорить в микрофон, у кого отсутствует микрофон, пишите, пожалуйста, в чат вопросы. А я, наверное, начну с первого такого насущного вопроса по поводу хронологии, хронологических рамок деятельности секции исторических картин. А лучше, наверное, вообще начать с названия. Как все-таки правильно называть секции исторических картин, история инсценировки культуры. Или инсценировки истории культуры. Все-таки как лучше, как правильно это делать? Я думаю, что смотря как мы смотрим, если мы смотрим на это как на творческий проект, на творческую задачу, то это инсценировки истории культуры, то есть зачем мы собрались для того, чтобы инсценировать историю культуры. А если мы смотрим с точки зрения организационной, мы как учреждение, мы кто, то мы, конечно, часть всемирной литературы, мы ее секция, мы секция исторических картин. Но, как вы читали у Чуковского, собственно, границы между этими вещами были очень размытыми, да, очень условными. За одним столом происходили совещания, одни по всемирке, которые переходили в совещание, по историческим картинам, которые переходили в совещание о чем-то еще. Поэтому для себя, я думаю, что мы можем вот такое разграничение придумать, но всегда иметь в виду, что возможны варианты. Марина Юрьевна, спасибо большое. Хорошо. Надеялась, что вам понравится. По поводу хронологии. Да. В 2018 году в ноябре вышел временник театрального отдела Народного комиссариата по просвещению. Я, правда, не знаю, там один выпуск у него или два, или, может быть, больше. И там как раз была историко-театральная секция. Вот связано ли устремление Горького с деятельностью этой секции, или они не дублируют друг друга? То есть там одно было, а здесь все-таки он предлагал другое. Ну, вот конкретно, да, предметно на этот вопрос я ответить не могу, но я предполагаю, что для Горького, вот обычно, да, в горьковских проектах все начинается с установочной статьи. Вот выходит, мы считаем там начало библиотеки поэта или в истории гражданской войны, да, истории фабрики заводов, вот с установочной статьи. Описывали ли раньше рабочие истории своих заводов? Ну, наверное, да, да, были какие-то отдельные эпизоды. Но именно системно, как проект, да, если мы рассматриваем историю как проект, да, вот то, о чем вы говорите, я думаю, что это были скорее предпосылки и такие общие основания, да, то есть это то, что витало в воздухе, то, что требовалось, конечно. Потому что обновление театрального репертуара требовалось. Надо было понять, как будет выглядеть, да, новый советский театр. Театр «Новой России», пока еще, наверное, так следует его называть. Не знаю. И к хронологии. Да, к хронологии, ну, вот я, да, я отсчитываю от 25 сентября 19-го года. От 25 сентября, то есть у нас получается такие вехи. 25 сентября 19-го года это статья установочная Горького. Да. Потом 30-го. В трех номерах, в трех номерах она, да, 25-й, 26-й. 26-й, 25-й, 27-й, 28-й сентября она выходила. Я пришлю, если нужно, у меня есть. Конечно, обязательно. Собственно, да. Жизнь искусства, она доступна, она в сети есть, довольно неплохо представлена. Потом вот этот доклад 30-го марта 2020-го года, где уже они, Горький и Тихонов, они, я так понимаю, что делали? Они отчитывались о том, что проделано или... Ну да, они отчитывались об этом первом этапе, да. На самом деле, вот документы еще, конечно, требуется анализировать, да. Это была только вот часть моего исследования, которая, понятно, что больше была на самом сценарии Горького сосредоточена. Это, я так понимаю, был такой вот предварительный отчет, не просто, да, мы хотим 300 сценариев построить, а вот у нас есть 18 направлений, по которым мы будем нашу работу производить. Ну вот, это один из таких основополагающих документов для этого проекта, как мне кажется, да. Просто задача нашего проекта, она тоже вводить новые документы в научный оборот. Очень хорошо. Я очень большие надежды на ваш проект возлагаю. И вот как раз, если говорить конкретно про документы, то получается вот это 30 марта, они, значит, отчитываются, а потом в архиве Горького есть протоколы в секции исторических картин, и они датированы, первый протокол 13 апреля 2020 года, и они уже там сидели, постановили и то, сё. А последний протокол 23 февраля 2021 года. То есть получается, что такая активная работа, она шла вот уже, документированная работа, по крайней мере, у нас есть сведения о том, что с 13 апреля по 23 февраля 2021 года. И возникает этот вопрос по поводу количества пьес. Конечно. Вот в этом отчёте, судя по вашему докладу, было 18 предложено каких-то текстов уже готовых. Нет, не готовых, не готовых. Это были планы, да. А, это планы были. Ага. Планы. Просто есть ещё один документ Гумилёва, там 38 у него пьес, и он подчёркивает готовые пьесы, ну, в частности, из готовых пьес, сейчас я открою этот документ, «Охота на носорога», «Оссирия», «Шилейка», не знаю конкретно про что, потому что у «Шилейка» три пьесы. «Египет» блока, «Крещение варваров», это «Гондла», «Инквизиция» и «Амфитеатрово» про «Великий Новгород», что-то такое. То есть, это готовые, но непонятно, как бы вот этот документ, он к какому времени относится. То есть, если вот «Горький Тихонов», они 30 марта 2020 года говорят о том, что у них 18 штук, а тут появляется 38. То есть, это вот к этому периоду, когда протоколы у нас есть, секции исторических картин, или это может быть что-то вот раннее? Ну, понятно, что мы ограничены августом 2021 года. Вот, да, это очень резонный вопрос вообще про свостав, да, что удалось сделать. У меня есть ощущение, что не обязательно вот эти там 38 или 18 или 300 пьес, они были именно вот в эти там условные два года, да, если мы с 19, все-таки с 25 сентября начинаем считать 19 года. Я думаю, что что-то было, может быть, написано раньше, да, что-то было, вот этот документ Гумилёва, он датирован? Нет, в том-то и дело, что не датирован. Ну, вот, да. Ну, то есть, мы можем условно предположить, что до августа 2021 года, да, был составлен. То есть, в общем, хронологические рамки почти у нас сохраняются, там, плюс-минус несколько месяцев. Думаю, что какие-то произведения, вот это описано у Федина в мемуарах, в книжке «Горький среди нас». Вот этот разговор про Абакунин в Дрездене. Федин говорит Горькому, что у меня давно созрела идея пьесы о Абакунине, произведения о Абакунине. Может быть, это будет роман, может быть, это будет повесть, там, или что-то ещё. Вот у меня есть наработки, у меня есть материалы, да, вот что бы мне с этим вы посоветовали делать. Вот Горький ему говорит, вот у нас есть такой проект, давайте вы под него подверстаете ваш материал, да. То есть, это не обязательно пьесы с нуля писались, я так представляю себе это. Это, в принципе, историческая тематика, они поэтому очень разные все получились, не мог получиться единый текст, да, не мог получиться, потому что они все разные и по... не только по стилю, но по уровню таланта для начала, да, и по, собственно, посылу своему, там, и так далее. И вот, мне кажется, что они могли быть чуть раньше, если не написаны, то начаты, по крайней мере. Но, конечно, это требует уточнения, безусловно. А по поводу формальной характеристики, вот пьеса, скажешь, что это можно рассматривать как либретто, а вот если у нас, ну, то, что вот откроено как киносценарий, это как бы либретто, а вот то, что с репликами, если есть тот же Рамзеско, Блока, например. То есть, как вот это, как к этому относиться? Как к пьесам или как к сценариям? Это очень дискуссионный вопрос. И вообще, драматический ли жанр сценарий для немого кино? И вообще, сценарий для немого кино и для звукового – это один и тот же жанр или разные жанры? Вот мои исследования все-таки привели меня к мысли, что сценарий для дозвукового кино ближе к эпическому роду, чем к драматическому. Вот он так устроен, даже если там появляются реплики, это скорее реплики, ну, в романе у нас есть диалоги, да? Вот это в этом смысле реплики, чем в драматическом. То есть, в дозвуковом кино ремарка и авторский текст, они, простите, ремарка и фраза актера, да, авторская ремарка и фраза актера, они меняются местами. То есть, соотношение, да, ровно противоположное. И в этом плане мы как драматический жанр, ну, с большой условностью можем это рассматривать. В то же время инерция художественная толкала писателей, особенно имеющих опыт в драматическом искусстве, писать это как пьесу. И это была одна из причин того, почему, значит, никак не получалось впрячь в одну телегу писателей и кинематографистов. Это был вообще такой роковой разлом, да, вот никак не получалось. Они друг к другу тянулись со страшной силой, но не выходило. Потому что теоретического осмысления еще не было, и понимание того, как это должно быть, то есть было какое-то количество эталонных текстов, которые в профессиональных журналах печатались, да, вот смотрите, кинематографисты говорили, вот сценарий должен быть вот таким, он должен выглядеть так, чтобы мы его поставили. Но он все равно похож больше на, ну, на рассказ, скажем так, да, чем на драму. Вот, поэтому, да, у писателей были свои представления о том, как это должно выглядеть, а у кинематографистов свои. Поэтому, вот, Горький называет это, видите, схемой мимического представления. Схемой мимического представления. Вот Марина Юрьевна, да, пишет сейчас. Задуманный план инсценировки успешно реализовал Большой драматический театр в Петрограде, используя уже готовые пьесы. Не случайно Аттилу Замятин предложил именно ему. Вот, вот, видимо, все-таки вот практика какая-то, да, была. Меня очень заинтересовало, конечно, вот это, вот эти планы торжества такого, шествия на площади, на Красной площади, да, парада практически, парада цивилизации. А вот у меня здесь с этим вопрос возник. Это может быть связано с Горьковским проектом, или это больше похоже на план монументальной пропаганды, в рамках вот монументальной пропаганды, что-то такое шествие, вот эти вот все украшения? Думаю, что одно другого не исключает, да. Понятно, что это был уже жанр, который формировался в кинематографе в это время. Собственно, было уже несколько таких фильмов поставлено. Сейчас у меня тут есть даже их название где-то. Вот 1 мая 19-го года. Единая мировая республика труда 19-го года тоже, да. То есть, вот это взятие Зимнего дворца в 20-м году было поставлено. Такая вот карнавальность, да, некоторая фееричность, такие свойства этих спектаклей. То есть, это были спектакли, которые, с одной стороны, собирали огромное количество людей, с другой стороны, снимались на пленку и потом, да, могли демонстрироваться в кинотеатрах тоже. Это не были в прямом смысле фильмы, конечно. Но немножечко из них, из Эйнштейна вырос, да, из этих шествий, из этих съемок. Было ли это непосредственно связано с горьковской идеей? Но судя по именам, которые там фигурировали, да, и судя по там Луначарскому и Марджанову и прочим, отчасти это было связано. И сама идея, да, показать, вот они от первобытнообщинных, и потом должны были греки, римляне идти, там, средневековые товарищи, да, и прочее. И все, да, закончится революция. Это, с одной стороны, и такая марксистская вереница должна была быть, да. А с другой стороны, это могло быть вот как с горьковским замыслом связано. Это не было инсценировкой какой-то пьесы, естественно. Но это была иллюстрация замысла. А как закончились дни секции исторических картин? То есть они просто вот как-то с отъездом горького растворились? Или, ну, то есть не было чего-то такого, что все, мы закрываемся? Мне не встречалось, мне не встречалось. То есть вот как Замятин это описывает, как Чуковский это описывает, что это именно, ну, было обречено на неуспех, да, хотя смотря что рассматривать успехом, опять же, кто-то остался жив благодаря этой всей истории. И как многие, ну, поскольку все-таки всемирная литература была более институализирована, чем вот эта секция внутри нее, да, Маржанов был мастером спектаклей, да, на открытом воздухе, да, Маржанов действительно был колдунью Чирикова по Волге. Именно как театральное представление, Марина Юрьевна? Потому что колдунью снимали одно время. Спасибо, поищу эту информацию, это важно, да. Спасибо большое. Вот, да, я вижу это так, что оно растворилось не только из-за отъезда Горького, собственно, как вы говорите, апрель, да, последние документы. Февраль, 23 февраля. Февраль, даже февраль, да. То есть это как-то... Ну, собственно, Горький еще больше полгода в столице жив. Потому что в протоколах всемирки можно найти упоминание о том, что типа, ну вот, есть, значит, у нас варианты исторические картины там обсудить. Но они очень нечастые. Я даже скажу, их очень мало, этих упоминаний. Видимо, просто уже в рамках там стенографистка просто заносила это все. Но это 19-й год. Вот 19-й, а одно есть в 20-м году упоминание. То есть дальше уже как-то они пропадают из этого всего. И получается, что вот этот февраль 21-го, он становится каким-то таким рубежным. Вдруг все исчезает. Но это, опять же, не знаю, документально можно подтвердить или нельзя только по косвенным каким-то свидетельствам. Ну, мы наблюдали на протяжении всей биографии Горького такую ситуацию. Конечно, и отсутствие финансирования. Вот Мятин-то и про отсутствие дров пишет просто, да, что не отапливались помещения. Поэтому долго невозможно пробыть в неотапливаемом помещении в Зимнем Петербурге. Да, мы наблюдаем неоднократное такое вот угасание горьковских проектов. Это каждый раз мы там какие-то новые причины этому находим. Они и организационного, и финансового порядка, да, разные были. Но в целом не было, ну, как будто Горький сам немножко угасал, да, к этой идее своей, охладевал. А с другой стороны не было команды. То есть вот когда команда была, как в случае с Всемиркой, которая так же была заинтересована, как сам Горький. Тогда, может быть, что-то происходило. И в остальных проектах, там, в истории Гражданской войны, например, да, там был Минц. То есть одним Горьким бы дело не обошлось. Горький такая была вдохновляющая, скажем, сила, да. Вот. А работ это было действительно очень много. А в истории фабрик и заводов, там был Шушканов, например, да, и вообще вот эти раповцы, Авербахт тут же. Вот. Поэтому... Марина Юрьевна пишет. Все на людях держится, да. БДТ предпочитал ставить Шекспира уже переведенного или слегка проредактированного блоком и замятиным. За каждую пьесу театр должен был платить автору. Ну и, собственно, утопичность проекта состояла в отсутствии финансирования. Ну да, мы вот это уже обсудили. Спасибо, да. Можно еще один вопрос? Давайте. Если позволите. Вы сказали, что интересная проблема, почему Горький не хотел свои собственные произведения инсценировать. Скажите нам, пожалуйста, про это. Я надеялась, да, что специально такие крючочки оставляю, да, чтобы меня про это спросили. У Горького довольно рано сформировалась эта позиция, и не в отношении кинематографа, а в отношении любых переделок вообще, да. К нему обращались еще там в девятьсот, боюсь ошибиться, четвертом году с предложением переработать пьесу, ой, простите, наоборот, повесть Фома Гордеев для театра. И Горький тогда написал, если бы я хотел сделать, если бы я хотел, чтобы Фома Гордеев был пьесой, я бы написал пьесу. А вот у меня, простите, повесть. То есть вот эти жанровые рамки произведения для него были важны, принципиальны, хотя это никак не озвучивалось, да, никак не рефлексировалось, что мне там важна, не знаю, последовательность сцен, или мне важны абзацы там, да, что-то еще такое. Нет, но вот это представление о том, что нельзя менять жанр, нельзя перерабатывать из одного произведения в другое, это для Горького было просто аксиомой. Поэтому, когда речь заходила о работах для кинематографа, он каждый раз писал новое произведение, ему говорили, что дайте нам на дне, да, дайте нам вашу знаменитую пьесу на дне в середине 20-х годов, мы ее хотим инсценировать, мы хотим ее экранизировать. Говорил, хорошо, все замечательно, только я новый текст напишу, да, новый сценарий, и он называется «По пути на дно» про предысторию горьковских персонажей. Если мы хотим узнать, почему там Сатин и Пепел там и прочие попали в ночлежку, нам нужно прочитать «По пути на дно». Там все очень хорошо про это написано. И в 30-е годы, вот все время, когда, там, в 35-м году, да, неоднократно происходит эта реанимация, дискуссия о писателе в кинематографе, она, собственно, ей толком не утихает. Ну, вот он, у него очень четкое убеждение, сценарии – это дело наше, и сценарии должны быть оригинальными. И никак иначе. Он прям на закате своей жизни в 36-м году согласился на экранизацию детства, которую, собственно, у нас вот есть, да, 30, уже это 33-37-го года, Марка Донскова. Вот. И это был, ну, по-моему, если мы, да, не считаем, замятинской, собственно, трактовки на дне, переработки пьесы на дне, вот, это исключительные случаи. Это прям на самом-самом-самом финале жизни. В общем, почти все время он держался очень стойко, да, должен быть оригинальный сценарий, а не переработка. Наверное, от меня последний вопрос будет по поводу источников. Вот помимо театрального отдела наркомпроса в Гарфе, какие вы нам еще можете подсказать архивы? Где можно это все еще посмотреть? Ну, помимо архива Горького тоже. Ну, вот, да, помимо архива Горького я, конечно, в основном занималась архивом Горького. Не знаю, мое исследование построено, вот, кроме, да, архивных материалов горьковских, на мемуарных, скорее, материалах. Да, возможно, что, собственно, в Петербурге есть еще что-то. В театральных архивах что-то должно быть в этой связи. Но я бы рассматривала, понятно, что это можно рассматривать как проект «Исценировки истории и культуры» или секцию исторических картин. А здесь можно уделить внимание отдельное участие каждого члена этого коллектива или каждого автора, который так или иначе связывал свою пьесу с вот этим проектом. Посмотреть, как в этой пьесе реализуются вот эти две основные идеи Горького. С одной стороны, постепенный переход от менее сложного к более сложному существованию человека и идею про единение опыта, да, и про передачу опыта. Вот я бы так смотрела, да, как на очень сложную структуру, не как на единый комплекс. Эти пьесы не обязательно, еще раз я свою мысль повторю, не обязательно писались собственно для проекта. Они могли подходить под этот проект, они могли быть вдохновлены идеями Горького, но не обязательно рассматривать их как часть вот этого самого единого текста. Мне кажется так. Да, да. Ну, тут секция исторических картин, она в этом и сложность ее, да. То есть есть, условно говоря, ядро у нас, которое документировано слабо. А есть уже то, что после этого вдохновленная там разными источниками. Ну и плюс, конечно, память людей, которые работали, особенно в этот период, может быть и с этим это все связано. Марина Юрьевна спрашивает, а кто должен был платить автору? Ну, наверное, Теонар Компроса, раз они ему принесли. Собственно, предполагаю, что да. Ну, это вопрос, да. Потому что одно дело, вот как бы то, что они в особняке на Маховой все сидели, но другое дело разные юридические адреса, так сказать. То есть с одной стороны, секция исторических картин, это проект Теонар Компроса, всемирная литература, это сначала проект Наркомпроса, а потом уже госиздата с 19-го года. Ну, или театры, ну, конечно, я не могу опираться на документы, да, но предполагаю, что если это именно в рамках секции писались какие-то, или представлялись, по крайней мере, в рамках секции, то должна была платить секция, да, или вот, собственно, Теонар Компроса как организующая инстанция такая, да, как это, верхняя, да, верхняя инстанция. Нет, про кинофирмы речи не было. Собственно, в 19-м году мы очень условно можем говорить о кинофирмах, ну, по-моему, еще снимал Харитонов, но, в общем, все остальные, Ханжонков уехал, Тимон уже был выслан давно и уехал. Какое-то время еще жены занимались, ну, они занимались в основном прокатом, хотя что-то они там успели поснимать, но это, конечно, 19-й год, кинематограф на дне совершенно. Очень мало снимается, то есть уже почти нет того знаменитого раннего русского кино, но еще нет раннесоветского кино. Какой-то был период там относительного подъема, там уже 21-й, там 22-й год, да, там как-то еще был. Но в целом это очень тяжелое время. И очень мало сохранилось с этого времени, и, собственно, фирм как организации уже почти не было. Как раз Юрий Андреевич Желябужский очень интересно пишет про этот период. Вот его письма к матери, он ей там почти каждые два дня писал письма, очень нежные. Мы пытаемся сейчас с коллегой-киноведом в них разобраться и, может быть, что-то опубликовать, что совершенно непонятно он это пишет, как раз, по-моему, в 19-м году. Вроде организация есть, но не работает. Павильон закрыт, но мы в нем снимаем. Пленки нет, но вот мы находим... Он писал это снимать на концах. То есть, вот, представляете, да, кусочки пленки, которые обычно проматывают для того, чтобы начать там уже с красивого места. А тут им приходилось склеивать вот эти концы, остатки пленки и на них что-то снимать. Ну, охота пуще неволи, да, будешь снимать и в таких условиях. Вот. Поэтому это тоже важный источник. Мало очень информации у нас о бытовании. о быте кинематографа и кинематографистов в это время. Но это точно не могли быть кинофирмы. Собственно, это был бумажный... Как есть бумажная архитектура, да, это был бумажный театр немножечко. И бумажный кинематограф. Да, если вот про деньги подытожить, то получается, ну вот, если... Гипотеза такая, что раз было Тео Наркомпроса, под крылом которого находилась секция исторических картин, то, собственно, за вот эти, в кавычках, втройных либретто для, не знаю, для кино или для театра платила Тео. Потом, вот о чём Замятин пишет, да, если... Ну, что они не могли найти площадку для того, чтобы это поставить. Собственно, они шли на площадку с уже готовым материалом, и там договаривались уже, собственно, с площадкой. И постановка, она могла купиться, не могла купиться за счёт вот этой вот площадки. Потому что гондлу, например, несколько раз в Петрограде играли, гумилёвскую гондлу, и это, видимо, связано вот с какими-то личными контактами, с личными возможностями каждого. Вот такая пока у нас, получается, выстраивается линия. Материалом. Не благодаря, но вопреки, да. Если бы участники проекта не уехали и не погибли, да, на каком-то другом этапе, да, то есть уже там, не знаю, во второй половине 20-х годов. Как-то так. Ну, это тоже интересно. Это такая утонувшая Атлантида, которую интересно рассматривать, да, и о которой многие вспоминают. То есть это был действительно проект очень яркий, и поражающий воображение своим масштабом, да, своей концепцией. И вот в жизнях очень многих людей, почему я говорю, что сложность источниковеческая здесь в том, что следы могут быть в очень разных местах. У нас список причастных, там, больше 20 человек, да, и в связанных с любым из этих людей архива хранилища могут быть какие-то документы, в том числе секции исторических картин. Но, конечно, у нас этого периода очень плохо документы хранили. А встречались ли вам упоминания в мемуаристике по поводу чтения каких-то пьес? По-моему, у Чуковского что-то такое есть. Сельсия? Наверное. Но я не очень хорошо помню. Да, вот это надо еще раз обратиться к этому. Чуковский, да, ну, собственно, и дневник Чуковского не полностью опубликован, да, несмотря на объем его. Коллеги, есть ли еще вопросы к нашему докладчику? Если вопросов нет, то мы, наверное, можем закрывать наше сегодняшнее заседание с нижайшей просьбой к Анастасии Геннадьевне прислать нам для сайта, для библиографии источники, вот по которым, если это возможно, конечно, по которым был подготовлен доклад, мы бы это включили в нашу библиографию в историю изучения. Хорошо, хорошо, конечно. Все, что у меня есть, я готова поделиться. Благодарю, коллеги, благодарю за приглашение. Мне всегда очень важно рассказать о своей работе и поделиться своими мыслями с вами. Спасибо вам большое, Анастасия Геннадьевна. Спасибо.